Всем привет! Продолжаем сравнивать цены Весты с конкурентами. На этот раз мы возьмем Шкода Рапид. Итак, напомню, что цена базовой Весты с кондиционером равняется 544 тысячам рублей. Что касается Рапида, то его цены в принципе начинаются от 509 тысяч рублей. Это базовая комплектация, она называется Энтри, и для нее доступен кондиционер. Стоит он 32 тысячи 200 рублей. Получается, что Шкода Рапид с кондиционером с двигателем 1.6 мощностью 90 лошадиных сил дешевле, чем Веста с кондиционером 541 тысяча 200 рублей. Хорошо, скажете вы, но что в этот Рапид будет входить? Да, ведь скорее всего это будет пустышка. Да, в принципе пустышка, но подушка безопасности здесь стоять будет. Да, у Весты за эти деньги будет уже две подушки безопасности. Система стабилизации, которой так хвалится Лада Веста, что вот мол у всех нет, а у нас вот есть. На самом деле в Рапиде даже в базовой комплектации система стабилизации курсовой устойчивости уже будет стоять. Ну и естественно и АБС тоже. Да, конечно в Рапиде не будет противооткатной системы, но давайте уж смотреть на вещи трезво. Это уж совсем начинающим водителям такая функция нужна. Передние электрические стеклоподъемники также будут и в Вести и в Рапиде. Хотя да, конечно в Вести будет 15-дюймовая штамповка, в Рапиде 14 дюймов. В ротовой компьютер опять же и там и там. В Рапиде будет еще фирменный вот этот скребок для льда, который находится в лючке бензобака, когда мы его открываем. Там вот такой вот он зелененький. Хорошо, базовые цены мы сравнили, но как насчет наличия таких автомобилей в салонах дилеров? Ну, Веста, как мы знаем, еще даже не производится. Что касается Рапида, давайте позвоним официальному дилеру и узнаем, можно ли заказать такой автомобиль. Видимо, все заняты. Минуту уже ждем. Официальный дилер Шкода, Екатерина, здравствуйте. Екатерина, добрый день. Вот с отделом продаж соедините, пожалуйста. Интересует новый автомобиль или с пробегом? Новый, новый. Никакой конкретно автомобиль. Рапид. Скажите, вы первый раз обращаете к нам в центр? Да, первый. Ну, оставайтесь на ремьер, я вас соединяю с отделом продаж. День добрый, отдел продаж, Антон, здравствуйте. День добрый. У меня вот такой вопрос. Вот Шкода Рапид в комплектации, вот в этой базовой Энтри, плюс кондиционер. Я понимаю, что в наличии нет, наверное. Если заказать, сколько ждать такую машину? Это март месяц будет исполнение. На март месяц. А если вторая комплектация тоже с кондиционером? Актив, если смотреть, в принципе, в начале декабря могу машину уже предложить. Ну, то есть там будет актив и просто кондиционер без всяких-то? Актив, кондиционер, подогрев передних сидений, подогрев зеркал заднего вида с электрорегулировками и вариант, если не ошибусь, аудиоподготовка 4 динамика будет идти. А подскажите, какая цена получится у нее? 569 тысяч рублей. Ну, а плюсом вот этот кондиционер, он же там не в ней идет. Мы сейчас делаем в подарок эту вещь. Кондиционер в подарок идет? Она идет, да. Она идет как платная, совершенно верно, правильно указали. Но мы ее сейчас делаем в подарок. То есть в декабре можно будет купить машину за 569 тысяч кондиционер? От нашего автосалона, да. Вы покупаете автомобиль за 569 тысяч рублей. Комплектация активов с перечисленными вами, с возможными опциями. Ага. И тогда, ну, последний вопрос, помучу еще. Какие-то допы обязательно нужно будет у вас ставить? Нет, нет, не обязательно. Не обязательно, да? То есть, если хотите голые машины, будут голые машины. Ну, отлично. Я понял. А на тест-драйве у вас машина есть? Есть машина на тест-драйве, единственная версия с автоматической трансмиссией стоит. Ну, в принципе, можно по ходовой, по крайней мере, по характеристикам, я имею в виду, рулевого управления можно понять. Ну, сами все слышали, да? За 569 тысяч рублей можно будет взять даже следующую комплектацию сейчас. Это комплектация актив 569 тысяч плюс кондиционер. Кондиционер у них идет сейчас в подарок. Вот такая вот акция. Партнером выпуска является интернет-магазин запчастей yulsan.rf yulsan.rf 3 потому что Многие автолюбители вашего города покупают запчасти в Yulsan. Почему? Потому что там низкие цены. Цены в Yulsan низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Yulsan Потому что без посредников. Все ссылки в описании. Я не знаю, может быть эта акция, она действует сейчас вообще по всей России. Вот, потому что мне сказали, что это именно салон делает скидку. Но салон, как правило, ничего без дилерства не решает. Итак, базовую, совсем простую комплектацию, вот эту, Skoda Rapid, можно заказать. Проблем нет, придет она в марте. Если готовы ждать, то пожалуйста. Веста, насколько я помню, начнут производить базовую тоже где-то к весне. Но опять же, учитывая ажиотаж, учитывая срок заказа, то есть это еще плюсуйте тоже 2-3 месяца. Единственный вопрос, который меня лично интересует, это чем все-таки отличается базовая комплектация за 509 тысяч рублей. И вот эта вторая, которую мне сейчас предлагали за 569 тысяч рублей. В общем, в официальном прайс-листе, вот уже сижу, ковыряюсь, ковыряюсь, ищу, ищу. А здесь отличий я никаких не нашел. Дело в том, что вот эти две комплектации, Active, Entry, они в одном столбце находятся. Вы можете посмотреть это на официальном сайте, скачать официальный прайс-лист. То есть там три столбца. Первый столбец комплектации это Active, Slash, Entry, потом Ambition и Style. То есть три столбца, но при этом четыре комплектации. Чем отличается Active от Entry? Ну вот не нашел я вообще никаких отличий. Но для второй комплектации, которую нам как раз предлагают Active, то есть для нее доступны, естественно, больше всяких опций. То есть если для самой базовой вот этой Entry из дополнительных опций доступен только кондиционер, ну хорошо, что и он доступен, то для вот этой комплектации дополнительно можно заказать, ну, массу всяких прикольных штучек, типа защита двигателя снизу, там, 6 тысяч рублей, кожаное рулевое колесо трехспицевое, там, 8800, там, да, боковые подушки безопасности за 15800 рублей, подогрев передних сидений за 9400. В общем, в принципе, подобрать автомобиль можно, и это будет не такая уж большая сумма денег. Хорошо, но что насчет базовых автомобилей с автоматической трансмиссией? Веста с роботизированной трансмиссией стоит 569 тысяч рублей. Рапид, самая минимальная цена, скажем так, вот с автоматом, но с автоматом это будет уже двигатель 1.6, мощностью 110 лошадиных сил, и трансмиссия будет классический автомат, шестиступенчатый, хорошая трансмиссия. Так вот, цена такой машины будет составлять 671 тысячу рублей, но эта комплектация, опять же, вот этот актив, да, в который дополнительно нужно будет все равно установить кондиционер, стоить это будет 32 200 рублей. В общем, что-то около 700 тысяч рублей получится, ну, если, конечно, не учитывать то, что сейчас у них вот этот кондиционер идет в подарок. Напомню, что Веста в комплектации люкс и с пакетом мультимедиа будет оснащаться и навигационной системой, и камерой заднего вида, и круиз-контролем, и будут кнопки управления на руле, и задние стеклоподъемники, и литые 16-дюймовые диски. В общем, конечно, опять же, по опциям Веста вчистую переигрывает, ну, все там иномарки вот этого класса. Ну, а максимальный Рапид с двигателем 1.4 TSI, мощностью 125 лошадиных сил, и семиступенчатой трансмиссией DSG обойдется вам 871 тысячу рублей. Но давайте помнить о том, что Рапид в плане безопасности это 5 звезд. Автоваз планирует по Весте получить всего лишь 3 звезды. В плане надежности Рапид, в общем-то, достаточно неплохой автомобиль. В плане Весты мы пока еще ничего не знаем. В плане динамических характеристик, даже базовый Рапид с базовым двигателем едет чуть быстрее, чем базовая же Веста с более мощным силовым агрегатом. Ну, и не забывайте про огромный, действительно, огромный багажник Шкоды Рапид. В общем, факторов очень много. В любом случае, решать, что купить вам. Если у кого-то есть опыт эксплуатации Шкоды Рапид, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, и свои предложения и мнения высказывайте тоже в комментариях под видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока.